Итак, еще мы посмотрим сегодня, как создать плейлист. Ну, вы знаете, да, что на всех видеохостингах есть возможность создавать такую коллекцию видео. Вы объединяете их, так называемые плейлисты, берете тоже специальную ссылку и вставляете уже, и у вас все отображается красиво. Также можно сделать и на своем хостинге, WordPress тоже это предполагает. Итак, как сделать плейлист? Снова заходим в записи, добавить новую, добавить медиафайл по традиции, так же, да. Дальше, с левой стороны переходим в раздел создать плейлист видео, с левой стороны. Когда вы переходите вот в этот раздел, то происходит некая сортировка, да, то есть у вас отобразятся в библиотеке файлов только видео, которые вы загружали. То есть уже не будет ни картинок, ни аудио, ничего. То есть сам WordPress отсортирует вам только видео, чтобы вам долго не искать. Если у вас нет видео, которое вы хотите включить в плейлист, то нажимаем, переходим во вкладку загрузить файлы, да, и загружаем то, что нужно. Если все есть, все уже загружено, то просто отмечаем галочками, что вы хотите включить в плейлист, и нажимаем на кнопку создать плейлист видео, внизу справа. Дальше, если нужно подгрузить еще видео, то нажимаем добавить в плейлист, ну и повторяем процедуру, да, загружаем те видео, которые вам нужны. Если все устраивает, все видео загружены, вы готовы это опубликовать. С правой стороны вы можете настроить плейлист, убрать галочку, показывать список видеофайлов и показывать изображение. Ну, я сейчас покажу, где это отображается. Вот, я оставляю галочки, пусть будут, да, и с правой стороны внизу нажимаем кнопку вставить плейлист видео. Итак, в нашем редакторе появляется следующая запись. Посмотрите, здесь уже другой шоткод, и, кстати, совершенно он по-другому выглядит. Не так, как видео, и не так, как имбит. Посмотрите, квадратная скобка. Еще раз, да, напомню, что если вы видите квадратную скобку, это значит шоткод. То есть короткий код, некая запрограммированная функция, которую WordPress впоследствии поменяет на код, настоящий код, который будет выводить галерею там или плейлист и так далее. То есть это такой коротенький кодик с квадратной скобкой. Итак, плейлист пишется следующим образом. Квадратная скобка, плейлист, пробел, type равно видео, ну, тип видео, да. Дальше пробел ID с буквой S, да, как бы множественное число ID, ADC, ADS равно, и в кавычках прямых через запятую прописываются ID видео. ID видео. Вот до этого момента, друзья мои, мы все использовали только ссылку, да. Вот в каждом варианте, везде мы использовали ссылку на видео. В плейлисте используется ID видео. Поскольку предполагается, что их будет несколько, то, соответственно, вот эти вот номера, видео указываются через запятую. Не целая ссылка, а только номер. И квадратная скобка закрывающая, да, обязательно в конце. Так, в визуальном редакторе, опять же, у нас появляется предпросмотр. И посмотрите, внизу, внизу появляется список видео, которые вошли в плейлист. Вот, если вы там вот при настройке убираете галочку, то списка не будет. Поэтому лучше оставлять галочку. Теперь посмотрите. Все вроде бы хорошо, да, вот на блоге это выглядит вот так, да, тоже. Видео, и внизу ссылки на следующее видео в плейлисте. Посмотрите, у нас видео с черным экраном, то есть нет картинки. По какой-то причине WordPress не сгенерировал здесь изображение. Такое бывает. Но это не страшно. Мы можем сделать изображение сами. Делается это очень просто. Итак, когда вы видите, черный экран у вас не устраивает, мы сейчас его сами загрузим. Давайте сначала код разберем, да, еще раз. Значит, квадратная скобка, плейлист, type равно видео, ID, через запятую ID. Ну, здесь, думаю, все понятно, да. Не забываем закрывать скобку квадратную и все параметры пишем в прямых кавычках двойных, да. Это тоже мы очень много всегда говорим об этом. В HTML не используются фигурные, ажурные и прочие кавычки, скобки, да, только прямые двойные кавычки. Если у вас код не работает, первым делом проверяйте, что у вас там с кавычками. Продолжение следует...